В эти дни в Казани проходит международная специализированная выставка «Дорога-2018». Ее участники – специалисты из разных регионов России, производители спецтехники, представители органов власти. В числе экспонентов и Чувашия. Подробнее в репортаже Татьяны Леонтьевой. Два павильона, 15 тысяч квадратных метров, площадей и более 200 участников. Выставочный комплекс «Казань-Экспо» на три дня стал центром дорожной отрасли страны. Одна из главных тем выставки – реализация проекта «Безопасные и качественные дороги». Регионы страны делятся своим опытом. К примеру, Саратовская область находится в лидерах по исполнению программы. Два года назад в регионе дорог, соответствующих нормативам, было около 20%. Сейчас более 50%. Общая сумма выполненных работ составляет 2 миллиарда рублей. Из них миллиард из федерального бюджета, миллиард из областного бюджета. И в общей сложности мы отремонтировали и построили порядка 154 километра дорог. Все работы, которые проводятся, они отражаются в программном комплексе «Эталон» федеральном, который напрямую связан с «Росавтодором», который отслеживает наши работы, своевременность выполнения работ. Похожие показатели и в Удмуртии. В 2018-й в регионе был объявлен годом дорог. Это позволило добиться хороших результатов. Все министерства транспортные и так далее, все подрядчики были нацелены на то, чтобы в эти сроки сделать сверхрезультат. Дороги, строительство дорог курировал лично глава Удмуртской республики, причем в ежедневном мониторинге. И когда где-то что-то был, какой-то срыв, ну, прям было оперативное вмешательство, это нам позволило сдать дороги на месяц раньше срока. Из каких источников можно получить дополнительные средства на ремонт дорог? Удмуртия на примере города Глазов показала возможный вариант. Здесь располагается одно из предприятий «Росатома». Они авансировали налоговые платежи почти на 400 миллионов, а мы за счет этих авансов сделали, ну, как бы, всем жителям, ну, вот, прям, ну, такое ровное полотно. За счет вот, ну, вот, такой вот коллаборации, да, получается, с крупнейшим заводом, крупнейшим работодателем в республике у нас получилось сделать, ну, собственно, другое качество жизни. В числе лидеров и наша республика. В этом году в Щебоксарской агломерации отремонтировали почти 150 километров дорог. Каждый этап был под контролем лабораторий и общественных организаций. Все работы выполнены в срок. Качеством исполнения работ на сегодня заказчики довольны. Ну, и здесь нужно обратить внимание, что действует довольно серьезный гарантийный период. Соответственно, любой подрядчик, который, соответственно, сделает дороги некачественно, он должен по гарантийным обязательствам устранить. Другое направление – строительство новых дорог. Чувашия представила проект третьего транспортного полукольца. Оно свяжет все районы Чебоксар и разгрузит центральные магистрали. Сумма проекта – около 10,5 миллиардов рублей. Часть средств республика планирует получить из федерального бюджета. Здесь можно узнать не только, как регионы страны ремонтируют дороги, но и главное, чем. На выставке открыта экспозиция дорожно-строительной техники. Вот это, например, автогрейдер. Он используется при строительстве, ремонте и благоустройстве дорог. Вот этот асфальтоукладчик – новинка отечественной разработки. По своим характеристикам он не уступает импортным аналогам. Плита позволяет укладывать асфальт шириной от 2 до 4 метров. Дальше существенно увеличена, улучшена эргономика управления асфальтоукладчиком. И с удовольствием будем сотрудничать очень плотно с дорожниками Чувашии, так же, как и со всей России. От наглядных образцов к деловым переговорам. Круглые столы, семинары, конференции, где обсуждают и решают самые актуальные вопросы отрасли. Выставка завершит свою работу завтра, 18 октября. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.